всем привет и снова этот дом леруа задание под названием петля на шее спустя один день игровой день мы опять подходим к этому дома и задание само началось смотри это свежая рыба и вокруг дома чисто кто-то недавно прибрался в доме бенуа кто-то есть давай подойдем ближе и послушаем но он про он не может взять исчезнуть без следа он должен периодически появляться на людях как минимум выходить на прогулку офигеть вы понимаете что они с ним сделали по крайней мере это не даст соседям повод обратиться палату жердинаж не хотелось бы привлечь внимание мушкетёров особого патруля папа ты ведь очень хочешь пойти погулять да можно конечно можно более того мы с удовольствием составим тебе компанию осторожнее дай ему воспользоваться этой возможностью и позвать на помощь эти чудаки следят за домом словно ястребы папа этого не сделает я уверена папа ты же не хочет чтобы палата жердинаж узнала о чем узнала почему они говорят так тихо пойман ничегошеньки не слышит они собираются уходить нужно отойти немного подальше на этот раз необходимо придумать как поговорить с бенуа пойман права именно так хорошо пойдем отсюда скорее да вот это конечно жесткого как ты папа тебе лучше это вы бенуа помогите то есть не надо мне помогать а что ты говоришь папа ну что это за помогите мне не помогите а это вы снова неудивительно что папа решил с вами поговорить он вас знает нет а не знаю мы совершенно незнакомые разве но тогда почему они ждали именно тебя папа они оказались немного настолько любезны что получили для нас газеты и даже побывали во флев сандр чтобы поговорить с нашим старым соседом с нотгрессом не я думаю вы очень близки и это вот это удивить неудивительно ведь папа всегда любил детей я тоже люблю детей но я не такая бескорыстная как он больше всего я люблю своего собственного ребенка но ее больше нет что за игру вы ведете мы с атосом дети нашего отца отец любит нас и мы его тоже очень любим разве это не очевидно а мартиша посмотри какая сегодня прекрасная погода идеально для прогулки именно так а тос ты уж или а тос или а тос а тос а я говорю а тос а тос его зовут ребят сто процентов а тос ну все я ошибся теперь я буду знать ты уже видел сегодняшний выпуск боровой птицы там довольно много интересных статей еще нет в частности в одной из них говорится о старике которого постигла печальная участь по всей видимости он столкнулся с разбойниками поскольку рядом с ним не было никого кто бы позаботился о нем он упал со скалы и умер правда это ужасно не в другой кстати говорится что об очень невезучим торговцы который утонул якобы он слишком много выпил зашел в озеро и без памятствий у все какой злой урок не последняя статья тоже очень интересная там рассказывается что кое-кто не мог удержаться и совал нос чужие дела а потом она случайно приняла не то лекарство она приняла яд за лекарство и в итоге умерла в страшных мучениях какой кошмар я подумал не могла что существует так много способов умереть прошу расскажи еще что-нибудь простите я больше так не буду о чем ты говоришь папа мы и вовсе не пытаемся сказать что ты в чем-то виноват просто ты наверное устал бегать а тос давай вернемся и почитаем папе газету ты ведь подписал нам новую газету правда так и сделаем мы заболтались пора возвращаться пойдем домой дорогой папа капец конечно его вид у меня что-то нечисто даже пойман это понятно макси play ты очень умная что-нибудь будем делать дальше бенуа просят о помощи но настаивает на обратном у меня есть несколько теорий но нет доказательств тогда может быть еще раз осмотрим дом бенуа помнишь странные ящики у заднего окна там наверняка что-то спрятано и это может оказаться тем самым доказательством которого ты ищешь ищешь мы не туда бежим да да вот эта история 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 ухты и погодите погодите а чуть лет а вот оно что исследовать учитывая ваша настойчивость я не ожидал чтобы оставить и все как есть я думал что вы побежите палату жарди наш но вы этого не сделали похоже у вас появились личные соображения на этот счет как вы связаны с бенуа честно говоря я начинаю вами восхищаться если бы вы сумели приметить свой энтузиазм применить свой энтузиазм большей пользой вас ждало бы блестящее будущее жаль только что у нас ничего не выйдет вы что правда не боитесь не на то нарвался так ты действительно не понимаешь что здесь происходит или ты думаешь что находишься в на стороне справедливости кстати торговца о котором говорили в новостях что он утонул звали брант болтать он был мостах не знаешь что согласно счету он вовсе не утонул а был убийцей сброшен в озеро не после столь длительного расследования все что удалось выяснить сумеречному двору это то что он был убит а убийца виновен чудовищном преступлении так говорили в новостях кто знает что произошло на самом деле кто из них больше заслуживал смерти убийцы или жертва это сложный вопрос и я пока не определился с ответом ладно я отвлекся это не имеет никакого отношения к тому что нам предстоит обсудить ты о чем не хочу сказать что действовать безрассудно не разобравшись в ситуации это глупо и может привести к нежелательным последствиям быть свидетелем несправедливости и ничего не делать вот что глупо возможно если бы мы и встретились при других обстоятельствах то могли бы стать друзьями мне нравится ход твоих мыслей но у меня есть дела мои нервы и на исходе еще раз увижу вас рядом с моим домом прямомира я попомните мои слова доз уходит бормочать что-то невразумительное его странное поведение удивляет вас и вы задумаетесь чью сторону занять в этом спу вопросе вдруг вы слышите слабое постукивание доносящиеся со стороны заднего окна вслед за этим после едва слышного скрипа за окном падает записка записка написана корявым почерком похоже кто-то писал ее в спешке и судя по всему использовал для этого кофе ухты быстро посмотри что там написано спасите они преступники они хотят присвоить себе мое имущество закрыли меня в собственном доле и принуждают выполнять и команды спасите меня умоляю я обязательно найду способ избежать но мне нужна помощь в день когда я буду готов я положу пузырин кошачью миску который находится недалеко от входа в дом это будет знак для моего спасителя пожалуйста в этот день после восьми вечера встретите меня у заднего окна дома умоляю спасите меня иначе они замучают мед до смерти это бена тихо не прости в общем будем следить за кошачьей миской и ждать сигнала вот следующее задание возможно среди быть последняя дождак секунду где находится ладно угодите это будет следующее задание ребят не забывайте подписываться комментарии ставьте лайк нажимаете на колокольчик смотрите видео до конца обязательно подписывайтесь на все каналы ссылки которые найдете в описании к видео увидимся в заключительной части этой цепочки пока